добрый вечер друзья на ночной дороге мы со светланой отвечаем на вопрос что мы понимаем под воспитанием детей и какие принципы у нас да значит есть воспитание детей я думаю что это все-таки больше уже к сукам относится детства наших детей сложно сейчас воспитывать свет давай что мы понимаем под воспитанием вообще-то говоря да вот как у нас наука педагогика дидактика воспитания тогда что мы понимаем под воспитанием дело в том что мы живем в обществе в обществе есть какие-то нормы мораль и наши будущие дети и внуки после настоящие внуки они должны успешно функционировать в этом обществе и добиваться каких-то целей и так далее и так далее все что не связано непосредственно с их обучением и обучением занимается школа в основном дополнительные секции есть какие-то все остальное можно лихо отнести к воспитанию знаешь что я бы уточнил свет все-таки это не только общество на нас навешивает но этому это и семейные традиции там это это гораздо шире чем общество более того я хочу сказать когда пед наук да что когда касаешься проблем воспитания да и хочешь что-то сознательно в ребенке сформировать например какое-то его отношение к учебе или там чтобы он какие-то привычки не выработать и их механизмов особых вы не найдете я перешерстила весь интернет и это было там . ко мне обратилась вот там как сформировать там усидчиво что-то мучки я уже сейчас не помню даже и я стала шерстить и я вспомнила как я времена я учился аспирантуре и как сложно было что-то вот формализовать в области воспитания то есть тогда вообще идеология была да вот и это это то откуда я пришла собственно говоря вот ко всем этим векторным делам ну да потому что на самом деле если мы подходим с точки зрения векторного подхода к ребенку да то мы тут же начинаем понимать что все дети разные и соответственно воспитывать их нужно по-разному предметно понимать предметно понимать причем очень конкретно это действительно некоторые инструменты которые мы можем апеллировать к ребенку на его и ему понятном языке языке и в той мере в которой мы сами хорошо владеем этим инструментом да мы можем те вещи которые в ребенке заложенные от рождения на них фокусироваться и их развивать а те вещи которые не заложены мы значит проскакиваем но важно очень понимать и не например не переполяризировать то есть делать наоборот не ломать не ломать природу человека да и я бы думаешь сегодня что это вот пожалуй один из я не знаю как там в россии сегодня употребляют они какие-то эти векторные подходы в школах или нет в школах безусловно я не знаю этого я я очень далека от этого но я хочу сказать что на самом деле это очень круто и в особенности понимания вот всех этих векторных вещей в отношении детей она действительно помог позволяет какие-то вещи очень продуктивно формироваться если бы тебе этот вопрос задали год назад когда ты не была еще знакома вот с векторами да значит ты бы как ответила или тоже не помнишь ну понимаешь как дело в том что вот само слово как вы занимаетесь воспитанием это очень широкий вопрос и поэтому сказать как мы занимаемся в словах нельзя ответить поэтому как бы я ответил но тоже наверно как бы так-то ответил там больше воды чем какой-то конкретики да потому что невозможно так в двух словах ответить очень конкретно но я бы сказала что нужно какие-то цели себе ставить смотреть но я не знаю но дело в том что вот процессы образования они напрямую связаны с воспитанием да конечно то есть воспитание это какие-то навыки это какие-то привычки и формирование отношения отношения да и каждый раз родители занимаясь этим вещами они натыкаются на какие-то маленькие камушки вот не уйдет не идет у них что-то и хватит ломаешь голову и думать боже ну как же мне обойти это все да и ищешь на интернете ничего не находишь даже нет таких вещей да и вот для меня это было некоторое откровение когда я просто случайно на интернете на прогноз на это вдруг какой-то ключик знаешь который раз обмыкает замочек у тебя появляется некоторая стратегия собственно чёрт делать-то с этими диспетами давай может быть я тогда скажу значит безусловно вот то что света говорила я могу сказать что знакомство с какое-то масло название вы тоже знаешь векторные дела дарископить назвали качок называл это системный векторный самоанализ вот системный векторный самоанализ пусть будет так значит вот до тех пор пока светлана не познакомилась системно векторным самоанализом у нас в руках было меньше инструментов чем есть сейчас значит если мы отвлечемся от этой стороны которая кому-то понятно кому-то непонятно близка или там наоборот отталкивает это отдельный разговор совершенно я бы сказал так что все таки воспитание это вид деятельности в котором подрастающее поколение усваивает ценности на обществе которым живет поколение более старше старше да наши брали передает подрастающего поколения соответственно какая-то часть этого выполняется школой обществом там и так далее какая-то часть выполняется семьей и в семье дело ведь не в том чтобы вы там что-то им сказали еще рассказали 20 раз повторили поставили на колени на горох там веником побили там или там еще что-то дело дело же не в этом вы не можете убедить этим вы можете держать в рамках что само по себе тоже конечно неплохо там иногда но но в общем-то все-таки воспитание значит воспитывается человек тем что он вырастает в какой-то среде и он хотите вы этого или не хотите он что-то из этой среды ухватывает вам конечно обидно что он чего-то не ухватывает того что вы хотели бы чтобы он ухватил в этом смысле мы можем быть недовольны результатами нашего воспитания но с другой стороны если человек что-то отрицает из того что мы ему хотим дать может быть он и прав по своим почему и к этому не надо уж так прям плохо относиться не могут же все люди усвоить абсолютно одни и те же ценности если он не ворует не дерется не не ведет себя асоциально как-то и так далее то может быть уже ничего то есть как бы вспомните как вы с родителями там или ваши там родители дедушки бабушки вы тоже с чем-то соглашались не соглашались значит все-таки ваши дети в основном в основном повторяют вас воспитание не сто процентов но в основном вот поэтому если вы будете скажем там хорошо трудиться наверное и они также будут если вы будете по-доброму относиться к людям если вы не будете злословить сплетничать гадости всякие делать скорее всего и они такие же будут хотя есть кроме вашего влияния конечно влияние всего остального мира тоже давай очень смешной немножко дело в том что у родителей озабочены воспитанием для детей да то есть у них это стоит пунктик и они думают как же их воспитать уже не стоит вопрос дело всё в том как мы сейчас сказал то есть невербальные способы воспитания то есть как на которые дети не обращаясь внимание например как они разговаривают друг с другом как они разговаривают соседям что они говорят про своих начальников или подчинённых на работе, что они говорят дома. И вот эти вещи, казалось бы, они не имеют никакого отношения к воспитанию. Но это именно то есть, с чего дети будут делать копию. И получается так, что то, что мы сознательно хотим детям жить, мы говорим, будь честным, будь правдивым, будь там та-та-та-та-та. А сами потом рассказывать друг другу, как они там где-то обманули, где-то сфальширили, где-то что-то. Я думаю, что же у меня ребенок такой нечестный-то растет. Но я хотела еще сказать, что понимание, конечно, сегодня все-таки население стало более грамотным. И оно стало более грамотным. И уже понимает и немножко основы и педагогики, и психологии, и чего-то такого. И понимает, что дети все разные, и каждому нужен свой особый подход. И что любить детей надо больше, чем нет. И бить нельзя. И бить нельзя, да. То есть раньше все-таки эти вещи как-то уходили, наверное, может быть еще лет сто назад. Ну, глупили-то как сказать? Да. Дело в том, что, ну, были гуниграмотности, они не понимали, но, наверное, жизнь была более тяжелая. Да. И у людей, они были так заняты своими мыслями, что, ну, а как, чтобы они слушаются, надо побить, чтобы страхом воспитывали страхом. Да ты не понимаешь, их били, а не били. Не-не, воспитывали страхом, да? То есть страх... Они воспитывали по образу и подобию того, как их самих воспитывали. Да, но страх – это, в общем-то, некоторый инструмент, да? Да. Который можно заставить человека что-то делать. Вот. И сейчас общество стало в целом более гуманистическим, да? И как-то уже считается, что вот даже в наше время было не принято детей хвалить. Я помню, что я была маленькая, и как только, если там кто-то из знакомых говорил, ой, там, у тебя дочка там умница, или что-то такое, разумница. Они говорили, что-то, 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 разбалуешь ее, да? Да. Испортишь. Испортишь. И было не принято хвалить. Сказать ребенку доброе слово, да никто не говорил этого. Это специально, сознательно считалось, что это плохо. А сегодня вся система образования, уж во всяком случае в Америке это точно, она только построена на том, чтобы хвалить человека за какие-то достижения. И это является волевым верующим. В наше время не только хвалить не полагалось, а в наше время размазывали просто об кирпич, понимаешь? Я помню, вот когда наша дочь, это уже совсем не так давно было, когда наша дочь училась в начальной школе, и у них была классная комната, они там первые четыре года в этой классной комнате. И там периодически собирали макулатуру, там металлолом, там всякую ерунду пионерскую. И вот я помню, мы туда зашли, я не помню еще, и там висел, доска объявления была такая в школе, и там, если писали, там, молодец Сидоров, там, понимаешь, пятерку получил. А там было написано позор такому-то и такому-то, там, с савилиями, которые не принесли макулатуру. Я вот тут интересно, я у Саши спрашиваю, дело в том, что у них в школе не ставят оценок. Да, в процессах? Нет, нет, у них вообще не ставят. Вот они, например, делают там контрольные работы, пишут, да, и у контроля работы там есть сколько-то позиций, например, там, 30 вопросов, да, и она отвечает, ну, условно говоря, там, на 28. Так оценкой состоит написано 28 дробь 30. Угу. То есть нет оценки как таковой, есть просто количество правильного отвечения. Ну, старший классик любой будет? Нет, я думаю, что не будет. Да, я не знаю. Да. Но, во всяком случае, когда я спрашиваю, Саш, вот ты вот так вот написал, а другие дети как? Иногда я не знаю. То есть нет сравнения детей, кто лучше, кто хуже, кто отличник, кто двоечник. Истрабливание. Истрабливание. Каждый занимается своим делом и смотрит только в свои результаты. И в смысле формирования личности это тоже очень такой показательный момент и воспитательный момент, да, это то, как вот школа и ее лепта воспитания помимо родительских. Ну, да. Истрабливание отношений. Да. Вот. Так что вот так вот, друзья. Я думаю, что так вот. Поэтому попасть в хорошую школу важно. Да. Чтобы ребенок попал в хорошую школу, где не только академически, но все остальные вещи тоже. Да, очень важно. Вот Саша в школе тоже, она мне приводила пример. Учительница им говорит, тебе нет дела до того, что про тебя говорят другие люди. Это тоже очень важный воспитательный поинт, да, который формирует чувство собственного достоинства, да. И не обращает внимание на друг друга отношения. И человек имеет право сказать все что угодно, я-то чего, это же он сказал. Да. И кроме того, он самооценку формирует нормальную, да, нормальную самооценку, не зависящую от мнения других детей или взрослых. Ну, это то, что в обществе считается правильным, понимаешь. В наше время считалось, что ты должен быть как общество. Вот тебе сказали, что там позор, да? Да. И ты должен исправиться. И тебя все будут клевать и кричать. Подожди, но ты должен исправиться и прийти в соответствие, понимаешь. А что соседи скажут? А что соседи скажут? Которые сработают именно с вашим ребенком. Понимать и принимать. Угу. И давать место тому, что этот ребенок может быть совсем не такой, как вы себе надумали. И не такой, как вы по задаткам. И не такой, как вы. Какой? Вот он какой-то такой, какой он есть. И это надо принять и любить его над таким, какой он есть. И дать ему стать тем, кем он может стать. А не тем, что ваша бабушка вам говорила, а вы сами там подвернули ногу и не смогли стать футболистом. Теперь он должен. Он не должен. Понимаете? Он не должен стать тем, кем вы не могли встать. Поэтому очень часто родители проецируют какие-то вещи на детей. И, ну, я не знаю, как калечат их на самом деле. Ну, из самых лучших у детей. Из самых лучших, конечно. Господи. Я не говорю про тех, где из худших или из никаких вот, допустим, растет как трава в поле. Понимаешь? Да. Ну, ладно. Я думаю, Свет, мы поговорили, да. Мы в целом на голову по Европам, а что тут конкретнее так скажешь? Нет, ну, конкретнее я думаю так, что на самом деле человек должен посмотреть на себя, посмотреть на детей. Очень важно не делать ничего дома такого, что вы не хотите видеть в вашем ребенке. Потому что все то, что вы делаете, не так. Да? Оно в ребенке потом отразится. Вы скажете, откуда же это взялось? Так ага. А от тебя? Вот. Так что. Ладно, ребят. Счастливо. Пусть детки растут хорошие. И пусть отношения наши с ними будут самые, что ни на есть, замечательные. Пусть они нас радуют. А мы их поддерживаем. Вот такая, такая связь. Счастливо. 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 Счастливо.